здравствуйте здравствуйте и процветайте дорогие человеки земли на канале раиса горяченко дача сад огород цветы видео посвященные вредителям инжира и именно интересная эта тема тем что я все-таки определила что за вредитель у нас появился на инжире три года не было никаких вредителей но вот такие интересные стали происходить вещи сначала плоды где-то 15 числах августа были повреждены первый как раз урожай был частично поражен вот такими всякими ходами дырочками различными испорчен был урожай и к сожалению нельзя было его употреблять пищу но а затем я стала присматриваться на листья именно на молодых листьях вот появляются появились вот такие некрасивые узоры листья седины и я призадумалась что же это такое раньше ничего не было абсолютно чистые деревья и прекрасный урожай был но я подумала что в этот период как раз у нас очень активно американская бабочка белянка развивалась поэтому подумала на этих вредителей однако я не увидела самих вредителей гусениц и не видела вечером подходила и не видела чтобы кто-то летал и только недавно буквально уже в октябре месяце я увидела сереньких бабочек они чем-то похожи на восковую моль что-то есть схожее на картофельную моль но чуть-чуть где-то больше взмах крыльев у них не не удалось поймать они очень шустрые быстро двигаются и пока мне не удалось их поймать но зато то что они натворили очень хорошо видно я изучила этого вредителя нашла интересные исследования но и сопоставила с тем что в действительности этот вредитель натворил у нас с инжиром так как он очень активно развивается и живет в крыму то этому вредителю легко было вместе с растениями с рассадой попасть в наш регион и погода соответствовала как раз погода была хорошей для этого вредителя именно в дождливые летние периоды а у нас июнь и июль были дождливыми то как раз в эту погоду и шло активное развитие а появляется бабочка этот этого вредителя в мае месяце когда температура достигает плюс 19 и выше градусов вот тогда вылетают самки откладывает на каждый листик только по одному яйцу хотя яйцекладка в санке одной составляет от 150 до 165 яиц это сколько я видела молодые посадки в друзей так там полностью все листья вот так из испорчены или изрисованы вот такими узорами огневки которая здесь себе развивалась питалась и потом вылетала эти вредители первое поколение не опасны для самих растений но это первое поколение затем развиваясь а длительность развития вот чтобы полное созревание было идет где-то месяц может быть чуть чуть больше потому что яйцо развивается и вылезает вот этот вредитель через семь дней а потом еще нужно в зависимости от погоды до месяца нужно время чтобы полностью этот вредитель развился и стал взрослой особью и полетел дальше творить свои дела нехорошие дела этот вредитель опасен именно второе и третье поколение действительно второе поколение как раз яйцекладка у них началась где-то после 20 после 20 июля вот это второе поколение как раз и натворила неприятных делов именно с плодами листья поскольку постольку хотя очень вредно тоже растение теряет силу но вот плоды первые были поражены именно первые 15 августа собирала часть плодов была поражена вот такими дырочками я их показывала видео они испорчены были естественно невкусные жалко что конечно была испорчена часть плодов но не зная вредителя не знаю в лицо его я не знала как и с ним бороться теперь я знаю прекрасно что вредители второго и третьего поколения как раз уничтожают часть плодов портят вот листья и знаю что нужно обязательно с ними делать я знаю что бабочки летают днем поэтому я смогу теперь бороться с этим вредителем начиная с мая месяца и буду обрабатывать именно биопрепаратами потому что химия конечно нам не подходит я не пользуюсь этим а вот биопрепараты конечно будут как раз кстати и я думаю что параллельно нужно будет уже думать о том чтобы обрабатывать и против болезни что я на некоторых плодах увидела какие-то вот странные покрытия но вот именно думаю что это тоже какие-то заболевания и буду изучать и разбираться с этим и обязательно об этом буду делать видео но я уже знаю точно что молочный коктейль которым я пользовалась в кладовом саду обязательно использую и здесь потому что именно он дает возможность без фунгицидов без химии выращивать плодовые и ягодные растения и защищать их от различных спор геребковых заболеваний ну а для того чтобы справиться с огнёвкой не нужным нужен будет биоинсектицид двух видов скарада м которым я пользуюсь ни одной обработки не было в этом году в инжирном саду естественно теперь мне придется увеличивать количество этих препаратов и естественно обрабатывать эти деревья потому что они очень полезные плоды их очень вкусные и мы их очень любим в любом виде вот такая интересная важная тема я раиса горяченко поделилась с вами своими наблюдениями своим открытием вредителя который называется инжирная огнёвка действительно огнёвка как будто бы огнем пожгло вот эти замечательные молоденькие зелёные листья вот просто выжигает выедает вот это все и видимо своими экстрементами и выделениями уничтожает буквально все на своем пути огнёвка инжирная мы знаем кто это на инжире появился и мы знаем теперь как с ним бороться начинаем обработки с 15 мая с момента когда начинается тепло и защищаем рассеяние инжира как и других жителей сада всего вам доброго удачи во всем